Доброе утро! Зачем тебе телефон? Ты пылесосить сейчас будешь? Да, я проснулась сегодня утром и поняла, что мы видео не выкладывали, наверное, уже недели две, а влоги не снимали и того дольше. Слушайте, наши тыквы прям вообще опечаленные. Ага, замерзли. Вот, поэтому будет сегодня для вас суббота с последними новостями, что у нас вообще происходит по жизни. Вот, начнем с того, что наш ребенок ел кекс из... превратил стол и окрестности... Какашки! Какашки, не в какашки, а в крошки. Закидал все, и теперь будет пылесосить. Зая, иди, убирай. Давай. На. Не, папа. Это... Папе, это тебе. Вперед. Приступаем к работе. Ой! А я... Бой, Санька, она иди сюда. Не! Дай вот это за соседа. Просто выкидет, а будет и застрянет. Да, застрянет. Ладно. Так, пока она тут работает над, так сказать, наведением порядка. Смотри, я еще тут тут нашел. Давай. Ой, где-то нас идет. Я обещала большой лист бумаги, чтобы рисовать на нем хорошо. Ой, подожди, подожди. Сейчас мы этим займемся. Дай, а что ты рисуешь? М? Просто краски размазываешь? Творческий. 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 Ну, похоже, от цвета мы не добьемся. Понимаете? Подождите с музыкой. Тыквы вот эти вот на самом деле, которые все вырезают на Хэллоуин, которые у нас сегодня, они долго не держатся. Они как-то там от того, что они замерзают, размерзают постоянно. Дождь у нас шел, снег у нас был. Мам, где вот такая тыковая, Санька? Эй, по-моему, Санька скоро выкидывать. Завтра я ее выкину. Ну, да. А то сочи, с ней. А то сочи, с ней. А то сочи, с ней. Лопатой. Лопатой. А то сочи, с ней, мам. Испортили, да. Все, отстояли свое на улице. Вот это вот у меня тут мята, которую я с огорода выдернула до того, как она там погибла от мороза. Идем рисовать. Вот это вот я тоже принесла с улицы, потому что она мне очень нравилась. Пойдем. Вот по новой отрастает. Все, что было у нее летом, это надо отрезать. Оно медленно отсыхает и тому подобное. Но зато вот это все новое отрастает. Да, и рождественник у меня будет цвести. Ни с того, ни с сего. Но ему, видать, здесь нравится. Я не против. С этим надо что-то еще сделать. Передумать, как заставить вот этого товарища цвести. И совсем все будет хорошо. Глядите, какой у нас сегодня ветер. И все наши листья, которые мы не убирали. Вон. Мигрируют по улице. 15 мешков. Ну да, 15 мешков. Но это еще не все. Их так хорошо сдувает в сторону соседей. Вот это вот флажки. Нас тут натыкали. Наконец-то проводят интернет. Оптоволокло. Вот это вот как бы белые флажки. Это как раз где оптоволокло пройдет. Желтые. Это где у нас газ подходит к дому. Синий флажок. Это так называемый. Кирпстоп. То есть это вода к дому подходит вон там. И заодно исчезает. И там вот как раз эти кирпстопы. Там граница участков. То есть технически наш участок заканчивается вон там. А остальное городской бульвар. Вот. Ну как бы мы смотрим, понятное дело, за состоянием всего. Но вот это вот дерево городское. И это там тоже городское. Вот нам даже провели. То есть натыкали флажков. Вот тут это. Потому что мы уже подписаны на подключение. И нам проведут сразу к дому. Вроде как. Должны были к концу месяца уже проложить основную линию. Но у них там из-за снега произошли некоторые задержки. Но в итоге все будет. А вот этот товарищ уже явно готовится к зимней рыбалке. Но еще не скоро. Лагуны наши замерзли. Отстойники источных вод. Мы уже замерзли. Но озера еще нет. Понятное дело. Слишком много там воды. И из других новостей Владимир уже, сука, две недели. Две недели. Занимается с тренером. Ага. Вот. Стоит это удовольствие. Много. Ну знаете как это? Не сказать, что ты много, с чем того, что ты за это получаешь. Ну да. Сука, Владимир заплатил. 500 баксов за 10 занятий. Плюс 3 месяца вести диету мою. Вот. Два раза в неделю не встречаются с тренером. Еще раз Владимир старается зайти туда сам. Вот. Первый несколько раз помирал. Все первые. Вот только сейчас у меня... Да и то сейчас все болит. Ну хотя бы вы не помираете. Как это? Боль мигрирует. То есть мы начинали со спины. Спина, потом грудь. Грудь это вообще было... Опа. Да. А потом ноги. Ноги это вообще... А у меня же еще из-за того, что я велосипедист, у меня ноги сильные. Поэтому я начинаю не с как обычные люди, а уже ну как бы по приличнее веса. Ой. Вот. Но я уже второй раз сегодня... В четверг... В четверг второй раз делал ноги. И уже, конечно, в два раза выше груз. И уже как бы на следующий день я как будто просто соточку километров проехал на велике. То есть акрепатура прошла. Вот. Но боль мигрирует. Мигрирует. Туда, сюда, сюда, сюда. Не дня спокойствия. Не дня. Две недели. Каждый день что-то болит. Ну да. Или у него совершенно другая диета по сравнению с тем, что он... О, я сейчас мясо. Я раньше. Поэтому холодильник у нас выглядит совершенно по-другому. Достаточно пустовато. Потому что то, что я готовлю для себя и Мэрия, мы съедаем практически сразу. А Владимир наоборот. Готовит на три дня и забивает холодильник с судочками. Нам пришлось купить еще судочков. Да. Хотя у нас их и так было много. Нет, мне сейчас надо. Теперь открываешь холодильник, всток Владимир закончат. У него... Ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все, все, дочка. Да. Сейчас у нас как-то там пусто, потому что выходные. Я вот сейчас размораживаю. Вы можете, кстати, показать я размораживаю, можете показать, что я размораживаю. Я лучше покажу, который закончить. Вот, то все я буду готовить за один раз. Да. Ну, то все я буду готовить. Да. На два дня, да. На два дня, да. Вот. Другое дело, что он собрался идти пешком. Вот это вот все. Он решил пройти с пешком, и я такая... Удачи! Вперед! Мы с Мэрием как-то... Остаемся дома, Мэрием будет спать. А я надеюсь, все-таки это второй сезон «Леониста» досмотреть. Кто не смотрел, рекомендую. Да, Владимир, правда, не одолел. Нет, тема как-то мне не сильно. Второй сезон там все очень по чувствительным местам бьет. Делаю вот такие фоточки. Ага. Вот такие фоточки делаю, да. Реем работать над собой. Ну, короче, у нас два совершенно противоположных способа провести свободное время. Вообще! Владимир, я над собой издеваться, а я в кроватку смотреть сериалы. Отличный план, мне нравится. Примерно так это все выглядит, обычно. Значит, тут у Владимира обычно курица полный, судочек. Рыбы. Это свинина, завядины. Фарш. Это должно быть просто на говядина. Владимир этот фарш купил. Ну ладно. Говядина, сладкая картошка, рис, не хватает еще... Белков и гречки. Да, белков и гречки. Ну и вот, собственно. Это на два дня. Ага. Гречку мы завтра доварим, я так поняла. Да, и белки. У меня сковородки закончились, а мы сегодня не готовим. Давай нам готовим, насколько посуды хватает. Сейчас тут еще гречка готовится. А, гречка варится. А я буду собирать. Громовку по памяти помню. По памяти помню. Мастер русского языка. Ну да. А, еще обязательно... Нет, не показываешь? Вот. Кто из мужиков этим пользуется? А ну расскажите мне, пожалуйста. Это у Владимира его специальный набор, чтобы не путаться с моими для выпечки. Да. И пока я тут стою, я вам покажу кофе. Нас тут спрашивали в каком-то видео, какой кофе мы порекомендуем. Ща порекомендуем. Кикенхорс кофе. Мы уже показывали в каком-то видео. Мы тогда пили, пробовали первые их варианты. Что там было? Half-ass? Я уже не помню. Сейчас мы попробовали. Half-ass, smart-ass. Еще какой-то осел. Да. Но пока вот cliffhanger. Это мне нравится. Мне. Сейчас. Который сейчас мне. Да, Владимиру ни о чем, но мне нравится, поэтому он взял мне. А он сейчас пробует вот эту лошадь и говорит, вроде ничего. Но покупаем его в зернах. Он, правда, молотый уже продается. Да, но мы покупаем в зернах. Дорогое удовольствие. 17 баксов за вот это вот. Ну да, один паунд. За один паунд. Даже полкилограмма не наберется. 17 баксов. Продают в суперсторе и в коопе. Ну, в общем. Что называется, рекомендуем. Но, опять же, пробуйте, какой вам подойдет. Потому что у них там очень много видов. И мы тут, это, наверное, уже пятый, который мы пробуем. Включая ДКФ. Это шестой. И только сейчас мы, вроде как, определили, что конкретно мы... Что нам нравится. Вот это мне... Вот это плюс 120 грамм... Нет. Салата. Да, 120 грамм салата. Это вот моя одна порция. А, так, кстати. Салата тут еще нет. Вадим, я стал гораздо больше есть травы всякой. Ну, и тут 320 грамм. 200 грамм рыбы. И, получается, 120 кокрытых суток. Крутошки. Вот. Перейдем к этому. Над головой поднимаем. Вот так. Молодец. Нет, голову можно ставить. Да. Голова ставь. Так, поднимай. Поднимай вот так, молодец. Вот так, вот так. Вот так, молодец. Супер. Нет, нет. Над головой ровненько, ровненько. Вот так. Встала. Вот так. Все. Отдыхай. Доброе утро. У нас сегодня перевели часы. На улице наконец-то показалось солнце. Закончился ветер. И прям 9 утра и такой позитив. Несмотря на то, что Манитоба в один из дней на прошлой неделе побила все свои рекорды. Кстати, вы заметили, что солнца не было? Да, неделя не было солнца, точно. Было очень грустно. Вот сейчас вылезло солнце и нормально. Так вот, я к чему? Да, ковид у нас жжет и пепелит, поэтому в Виннипех перевели в красную зону с понедельника. И получается, всех, кому что-то надо было в Виннипее, рванули туда на выходных. Очень логично. Очень логично, да. Ну, истерия. А вдруг все закроется? Ну, оно все закроется. И при этом нас перевели в оранжевую зону. Поэтому везде ограничения. И это... Как это? Ну, такое. И мы ждем, что нас тоже со дня на день закроют. Потому что, ну, невозможно. В самом Мордене 5 случаев за весь год. Ну, вот официально у тех, кто живет в Мордене. Но у нас же куча сел вокруг и такое. Все, что считается в нашем регионе. А в нашем регионе уже достаточно много случаев. Сколько? Да, Котик! По-моему, в самый плохой день было только 95 в нашем регионе. Да, меньше 100 было. Да. Но это вот очень редко населенные места. И набрать столько... Поэтому я чувствую, что нас тоже скоро закроют. И пока нас не закрыли, мы решили сходить с ребенком на детскую площадку крытую. Тоже очень логично. Но наша детская площадка не пользуется особой популярностью в связи с этим всем. Нет, во-первых, сегодня воскресенье все или по церквям, или еще где. Да. Вот. Я к тому, что там никогда нету народа, никого. Сколько мы туда ходим, но вот если не идти тогда, когда там у них какой-то день рождения, там вообще никого нету. Вот. Убирают они, конечно, очень тщательно. И мы пойдем ровно к открытию. То есть, когда там вообще никого не было. Поэтому у меня есть серьезное подозрение, что там будет только наш ребенок и еще одна ее подружка, с которой мы договорились пойти. Но пока мы сидим, наслаждаемся солнечным утром, в конце концов. Может, даже погуляем сегодня. Мы все эти выходные... Сколько? Мы, наверное, неделю уже на улицу не выходили просто погулять. Страшно об этом, конечно, говорить. Но все прошлые выходные мы просидели дома. К нам приходили гости. И всю эту неделю мы тоже не гуляли, потому что темнело раном, было холодно, ветер. Короче, никакого удовольствия. Пупсик, тебя бы заплести. У нас вот котик завелся. Второй день. Садись. Birthday girl называется. Давай сюда, свои пальчики. Ты тебе ногти или нет? Мама тут... Как это? Мам, кстати, я не двигаюсь. Прекрасно. Сама тебе надвинется. Витта, надо видеть. Не шевелись. Витта! 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 Я не могу это стримить! Витта! 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 Ты у меня, Витта! Макай, Витта! Глядите, что у меня получилось. Поворачивайся! Поворачивайся! Стоп, 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 стоп! Не двигайся! Вот. А мне наконец-то получилось заплести ребенка по кругу. Сок хочешь? Вот. Сок будешь, наверное? Да. Ну и как ожидалось, пусто. Пусто, пусто, пусто. Пусто, 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 пусто. Пусто, пусто. у нас теплеет сегодня уже плюс 5 может быть повезет всю следующую неделю 15 даже может 17 наконец-то хочется опять выходить на улицу все листья которые у нас были во дворе сдуло в этот угол а с переднего двора вообще все унесло к соседям у нас друган еще был вчера помните поэтому нам теперь даже убирать нечего ну мы немножко пошкребем хотела показать что у меня в огороде происходит неожиданно сегодня 1 ноября и огород тем не менее здесь у меня морковка у нас между прочим уже было минус 11 ночью как это это похоже никому не мешает я хотела выдернуть ребенку морковку она слишком земля сухая сейчас момент выковырю не могу выдернуть морковка выросла такая длинная что она там видать вросла до дна грядки она будет лопатой все вытаскивать меня в любом случае хотела уже все это выкопать в конце концов позвать владимир мне поможет здесь кейл который все-таки замерз и него объели кролики эти такие все листья потерянные на том кусте тоже там это один куст полностью вообще съеденной кролики но мне не жалко мне кейл не понравился не до мороза не после мороза как обещали здесь у нас растет редиска я уже говорила было очень холодно поэтому у нее шансов тоже было не особенно чтобы две недели раньше посеять тогда может быть как бы она еще не умерла не растет я их подержу здесь еще несколько дней в следующей неделе и мы будем засыпать все листьями на зиму здесь буряк которому тоже не хватило времени он тоже жив тоже вполне себе растет но как это его надо было посеять на неделю на 4 раньше ну так знаете у меня был эксперимент теперь я знаю лучше ведь и редиска вся успела начать не успела закончить все здесь живую но слишком ему холодно чтобы расти я пока пришел мне лень с этим разбираться я думаю просто засыплю листьями на зиму и мороз добьет но и горох скончался холода его не накрывала и здесь все в общем-то замерзла так же мне надо выкопать морковку и на этом сезон специально закрыт эксперименты со вторым урожаем тоже в общем-то закончились я поняла что надо сеять все на две недели раньше технически но вы помните как плохо у меня все было с бложками крестоцветными я не думаю что там в общем-то реально посмотрим в следующем году вторая попытка помощь моральная поддержка попробуем добыть морковку полетает земля то ли замерзла то ли засохла слоями померзла ну крайне удобно и у нас такая мелкая морковочка на снеке ребенка хрустеть кажется которая побольше она все-таки успела вырасти лучше ну вот она последняя морковка сезона сейчас мы помоем и быстренько сгрызем короче вывод один всему нужно больше времени кстати помните я огород свой второй город не зачистила я все собиралась туда ехать все собиралась и собиралась собиралась и собиралась никак не могла доехать а потом один прекрасный день проезжал мимо и не вспахали как было поэтому мне уже не надо ничего убирать не слегка неудобно но тем не менее владимир занимается вторым второй раз за год переносом вещей из гаража в сарай и наоборот газонокосилка газонокосилка едет обратно в сарай наоборот а точно точно ну вот вот это вот будет стоять попозже некоторые люди же елки поставили чтобы понимали включая наших соседей через дорогу и не нам мозолит глаза каждый вечер когда нету все включают тем не менее снег выпадет это не знаю в середине ноября может быть мы поставим олени наша елка тоже надо поближе держать на случай если нас засыпет в снегу потом к ней не продираться а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok